Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft и сегодня мы будем смотреть на страйкбольный AE Karabin HK416A5, который выпускается под брендом Humorex и который определенно является объектом вожделения для фанатов Heckler Koch. Приехал этот красавец из магазина Airsoft Store. Они в последнее время возят очень много интересных новинок и если вы ищете что-то из ICS, GNG, VFC и других брендов из среднего и премиум сегментов, то определенно стоит изучить их каталог. Для тех, кто не следил за новостями из оружейной индустрии, опять это на текущий момент последняя модификация карабинов на платформе HK416, то есть ультрамодная и ультрасовременная. От классической модели HK416D она отличается длиной ствола и цевья, полностью двухсторонними органами управления, а также фурнитурой с улучшенной эргономикой. Как я уже сказал, конкретно этот привод продается под брендом Humorex, но фактическим производителем является Vega Force Company, то есть VFC. Для конечного пользователя это означает, что от VFC мы получаем великолепное качество внешки, а от Humorex аутентичные лицензионные маркировки HK, как у боевого карабина. Ну, насколько это возможно с точки зрения законодательства и лицензирования. Ко мне в руки попала модель в цвете RAL8000, но также существует версия в черном цвете. С точки зрения внешки VFC оправдывают все ожидания. Все детали подогнаны очень плотно, люфты отсутствуют. Имеется совсем малюсенький люфт приклада на трубе, что является общей болезнью для приводов с таким прикладом. Ну и немного люфтит правый флажок переводчика огня. Ресивер выполнен из алюминиевого сплава, цевьё алюминиевое выполнено на ЧПУ станке, покрытие анодирования. А вот пламегаситель, винт крепления цевья, задняя антабка, гайка трубы приклада, кнопка сброса магазина, пины корпуса, форвард-ассист и самое главное, внешний ствол выполнены из стали. Стальной внешний ствол на М-ках это вообще одна из причин, почему люди любят VFC. Пламегаситель обычный А2 типа. Резьба для крепления пламегасителя стандартная 14-. Пистолетная рукоятка и приклад выполнены из качественного пластика, который очень похож на нейлон. Как и положено для А5, все органы управления двусторонние, а значит вы можете одинаково эффективно оперировать как с правой, так и с левой руки. Если потянуть за рукоятку заряжания, шторка имитации затвора встает на задержку. Это очень удобно для регулировки хопапа. Чтобы закрыть шторку, нужно нажать на сброс затворной задержки. Рукоятка заряжания с увеличенной клавишей для более удобной и быстрой тактикульной перезарядки. Разумеется, не для страйкбола. Даст кавер, как и положено для ХК 416А5, пластиковый, правильного вида. Отдельно стоит обратить внимание на кнопку сброса магазинов. С правой стороны она стандартная, как у М4 серии. Нажал – магазин выпал. С левой стороны у нее несколько своеобразная конструкция, и чтобы отомкнуть магазин, нужно нажать кнопку, одновременно толкая ее пальцем вперед. Движение должно получиться по диагонали примерно вот такое. И лично для меня это непривычно и требует тренировки. Хотя наверняка к этому можно привыкнуть. Штатные прицельные приспособления, механические складные. Складная мушка интегрирована в цевьё и складной диоптер, как и положено на быстросъемном креплении. С одной стороны, такое крепление выглядит круто и тактикульно. С другой стороны, в процессе оперирования можно случайно быстро сбросить целик и протерять его. Владельцы таких приводов говорят, что такие прецеденты уже были. Пистолетная рукоятка эргономичной формы, без выступа спереди. Весьма удобная. Приклад типа ХК Slimline. Как по мне, он заметно более удобный, толстого приклада на обычный ХК 416D. Тыльник приклада съемный, держится на защелке снизу. В основании трубы приклада есть двусторонняя антабка для крепления ремня. Триггергард увеличенный для более комфортной работы со спуском в толстых зимних перчатках. Как я уже сказал, все маркировки на приводе лицензированы компанией Humorex у Heckler Koch и полностью повторяют боевой аналог. Как у всех ХК 416 маркировки нанесены лазером. И тут они выглядят очень круто. Стоит сказать, что страйкбольные маркировки, как неизбежное зло правил лицензирования, тоже есть. Они находятся на даст кайвере и в районе спускового крючка и не особо бросаются в глаза. В плане копийности у ХК 416A5 от Humorex все отлично. Правильный цвет покрытия, маркировки, фурнитура и органы управления. Очень радует внимание к деталям. Даже газблок, как и на боевом карабине, можно регулировать для использования с глушителем или без него. Хотя на страйкбольной пушке это нужно только для красоты. В комплекте с приводом поставляется бункерный магазин на 300 шаров. Выполнен в виде стандартного металлического магазина ХК с аутентичными маркировками. Как по мне, на такой ультрасовременной пушке он смотрится достаточно странно. Более современные ПМАГи тут смотрелись бы намного лучше. Разберем привод и посмотрим, что там внутри. Камера хопапа роторная, пластиковая. Традиционно для VFC высокого качества. Стволик латунный, окошко среднего размера. Обработано не идеально, но мы видели и хуже. Резинка хопа с обычным пупырем. Давилка стандартная, типа валик. Стенки гербокса стандартные и сплава с 8-мм подшипниками. В нагруженных местах есть усиление. Снаружи имеется система двустороннего переводчика огня. Цилиндр алюминий, покрытие анодирование. Есть отверстие для регулировки по объему стволика. Голова цилиндра пластиковая с одним уплотнительным кольцом. Поршень пластиковый с семью стальными зубьями. Голова поршня алюминиевая с одним уплотнительным кольцом. Пружина стальная неравномерной завивки, похожа на М100. Направляющая пружины металлическая, быстросъемная с подшипником. Мотор стандартный. Контактная группа стандартная, проводка жесткая. В базе имеется электронный ключ, предохраняющий контактную группу от выгорания. Установлен в самом гирбоксе рядом с контактной группой. Разъем для аккумулятора мини-тайми. Аккумулятор располагается, как обычно, внутри приклада. Нужно сказать, что внутрянка тут стандартная для приводов от VFC. Если не планируете тюнить привод выше 120 метров в секунду, достаточно будет просто поставить резинку хопа с плоским пупырем и плоскую давилку для использования с тяжелыми шарами. В итоге можно сказать, что мы имеем отлично собранный привод с высоким уровнем копийности и лицензионными маркировками. Юморекс и VFC традиционно держат высокую планку качества. Ценник на этот привод не самый лояльный, но привода от VFC никогда дешево и не стоили. В данном случае это плата за высокое качество внешки, лицензии и уникальность. Приобрести данный привод можно по ссылке в описании в магазине Airsoft Store. Как всегда, предлагаю обсуждать видео в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх, подписываться на канал, не забывать нажимать на колокольчик. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова